Восьмой век. Уже почти сто лет халифат Амиядов правит огромной империей, простирающейся почти до всех известных уголков мира. Но последние годы истории халифата были отмечены постоянными потрясениями и внутренними распрями. И вот теперь на востоке восстает новая династия, ключевую роль в восхождении которой сыграл Абу Муслим. Друзья, здесь на канале Amazing History мы выпускаем видео не на широкие темы, а на исторические, в основном посвященные истории древнего мира и средневекового Востока. Поэтому если вам нравится наш контент и есть возможность поддержать его финансово, то будем очень благодарны вам за ваше спонсорство на Patreon или YouTube. Ну а теперь поехали по теме выпуска. На протяжении десятилетий в Амиядском халифате назревала этническая напряженность между арабской правящей элитой и преимущественно неарабскими жителями империи, которые возмущались дискриминацией, которой их подвергала амиядская аристократия. Рассматриваемые как граждане второго сорта, неарабы не допускались к высоким должностям в администрации и не имели права служить в офицерском корпусе армии. Их часто заставляли платить налог джизя. Вскоре эта напряженность выльется в Великое восстание берберов в 739 году, ознаменовавшее первый выход из состава халифата большой части западного Магриба. Восстание берберов отозвалось во всем халифате, став катализатором дальнейших событий, которым предстояло развернуться. В феврале 743 года умирает амиядский халиф Хишам. Последовавший после этого кризис престола наследия еще больше усилил хаос внутри страны. Правители менялись один за другим, пока в декабре 744 года, победив в бою очередного соперника, трон в Дамаске не занимает Марван II. Но стабильности это все равно не принесло. Он продолжал подавлять восстания в Сирии, Египте и Месопотамии. Эти непрекращающиеся беспорядки после восхождения Марвана на пост халифа стали известны как Третья Фитна или Третья Мусульманская Гражданская Война, которая продолжалась на протяжении почти всего его правления. Но в то время как Марван пытался укрепить свои позиции в Сирии и Месопотамии, на Востоке поднялось еще одно знамя восстания. Это были аббасиды из северо-восточной провинции Харасан. Аббасиды – арабская династия. Они утверждали, что являются истинными преемниками пророка в силу более близкого кровного к ним родства. Однако их революция была далеко не спонтанной. Она стала результатом многолетнего планирования и подготовки. Их организация была тщательно законспирирована и руководилась из центров Куфи. Лозунг «Следовать Корану и Сунне пророка» обеспечил движению поддержку различных оппозиционных камеядам кругов. Их эмиссары десятилетиями вели пропагандистскую работу в регионах. Одним из обоснованных претензий аббасидов на верховную власть в мусульманской общине была их принадлежность в противоположность амеядам к дому пророка. Под знамена аббасидов стеклись как арабы, так и новообращенные неарабы. Считается, что из-за этнической напряженности, вызванной политикой амеядов, главную роль в восстании сыграли именно неарабские последователи аббасидов, поскольку недовольство было особенно заметно среди персидских народов в восточных районах халифата. Жесткие меры, принятые амеядами для подавления персидских обычаев и культуры, стали точкой кипения, которая в конечном счете породила искру восстания, и аббасиды использовали это в своих тщательно продуманных планах революции, чтобы создать общий клич для всех анти-аммеядских элементов внутри халифата. И тут в нашей истории появляется человек, сыгравший ключевую роль в восстании, Абу Муслим. Человек непростой судьбы, имеющий персидское происхождение, он принадлежал к одной из социально угнетаемых групп неарабов. Будучи рабом, он попал к Ибрахиму ибн Мухаммаду, имаму рода аббасидов, который освободил его и приблизил к себе. В марте 747 года Ибрахим послал Абу Муслима своим личным представителям в Харасан, чтобы инициировать там революцию. Всего за месяц он собирает несколько тысяч сторонников, от феодалов до рабов, которым обещает свободу. В июне того же года Абу Муслим поднимает черный штандарт аббасидов, который был выбран в противовес белому знамени Амеядов. Революция началась. С войском численностью около 10 тысяч человек Абу Муслим двинулся на Амеров, а в феврале 748 года изгнал Амеядского наместника Харасана Насра ибн Сайяра и взял город. Офицер Абу Муслима Кахтаба ибн Шабиб быстро выступил против Насра и преследовал его до самого Кумиса на западе Харасана. В этот момент прибыли долгожданные подкрепления от халифа, но их полководец и Наср не смогли скоординировать действия и Кахтаба смог разбить армию халифа Врея и убить командующего. Наср был вынужден оставить Кумис и бежать в Хамадан. Победы Кахтабы продолжаются, и в марте 749 года ему удается разбить еще один крупный отряд Амеядов у Исфахана. Последним бастионом Амеядов в восточной части империи оставался Нахаванд. Остатки разбитых армии присоединились к гардензону города, но после того, как Кахтаба разгромил очередной контингент Амеядов, прибывшие из Сирии, сопротивление в регионе прекратилось. В то же время Абу Муслим был занят укреплением власти аббасидов в восточной части Харасана, уничтожая любую оппозицию и умиротворяя оставшиеся повстанческие элементы. После почти девяти десятилетий правления Амеядов в Харасане все было кончено. Победоносные аббасиды теперь могли свободно наступать на Месопотамию. Их целью был город Куфа, ставший эпицентром аббасидской революции в этом регионе. В августе 749 года другой Амеядский полководец попытался остановить войска Кахтабы до того, как они смогли достичь Куфы. Но хитрый аббасидский полководец оказался на шаг впереди. Кахтаба предпринял ночную атаку на Амеядов, пока те были не готовы, и его армия вновь одержала победу. К несчастью для аббасидов в бою пал и сам храбрый Кахтаба. Тем временем Абу Муслим перевел свою армию через Ефрат и взял Куфу. 28 ноября 749 года Ас-Сафах, правнук дяди Мухаммеда, был провозглашен новым халифом в Куфе при поддержке Абу Муслима и его армии. Новый халиф, стремясь закрепить власть аббасидов, назначил членов своей семьи командовать армиями революции. Так, его брат Абдаллах ибн Али получил верховное командование над армией, хотя фактическое командование все еще находилось в руках Абу Муслима. Теперь, когда стратегически важный город Куфа оказался под контролем аббасидов, Абу Муслим двинулся в сторону Масула, а к основной массе армии присоединились еще несколько аббасидских отрядов. В это время Марван II, собравший большую армию в Харане, двинулся в сторону Месопотамии, чтобы встретить аббасидских противников. Точная численность обеих сторон неизвестна, но считается, что армия миядов под командованием Марвана насчитывала около 120 тысяч человек, что вполне может быть преувеличением средневековых авторов. С другой стороны, армия аббасидов под командованием Абу Муслима была значительно меньше и не превышала 35-40 тысяч человек. Несмотря на численное неравенство двух войск, армия Абу Муслима была высоко мотивирована и закалена в боях, благодаря своим неоднократным победам, в то время как аминьядская армия поддерживала Марвана с трудом, а ее боевой дух был подорван. Было холодное утро 25 января 750 года, когда две армии наконец встретились на восточном берегу реки Большой Зап. Когда утренняя молитва была закончена, с обеих сторон загрохотали боевые барабаны. Исход этого столкновения должен был решить, кто станет правителем исламского мира. Обе армии выстроились в компактные боевые порядки. Сначала конница, затем пехота, лучники и копьеносцы. С одной стороны развивались белые знамена династии аминьядов, с другой черные знамена аббасидов. Аббасидский полководец знал, что для того, чтобы иметь хоть какой-то шанс одержать победу над превосходящей силой противника, его армия должна поблагаться на стойкость, дисциплину, решительность и тактику. План сражения халифа аминьядов в значительной степени опирался на мощную и грубую силу его огромной армии, а именно на стремительную кавалерию. По сигналу воины обеих армии начали боевые действия. Тысячи стрел были выпущены. Каждая сторона нащупывала слабые места и проверяла стойкость противника. Вскоре град стрел утих, и лучники отступили за свои главные линии. На поле боя воцарилась жуткая тишина, прерываемая лишь треском развивающихся знамен и редким звоном копий и щитов. Пехота Абу-Муслима слегка продвинулась вперед, выставляя сплошную линию копий перед противниками, пытаясь спровоцировать их на действие. Внезапно Марван обнажил свой меч и воскликнул «Богу мы принадлежим, к нему мы и вернемся». Невозможно определить точное число амиядских кавалеристов, которые в тот день бросились на плотно стоящих копьеносцев Абу-Муслима, но их было несколько тысяч. Они неслись по полю, поднимая клубы пыли, стремясь смять своих врагов. Но Абу-Муслим был готов к такому развитию событий, и его армия была специально подготовлена к тому, чтобы принять удар конницы Марвана. Когда в их ряды врезались тысячи всадников, войска абасидов не дрогнули и выстояли. Теперь сражение перешло в хаотичную индивидуальную схватку, когда многочисленные всадники амиядов спешились, чтобы эффективнее сражаться в ближнем бою. Но упорные абасидские копьеносцы начали одерживать верх. Когда кавалеристы амиядов понесли потери, абасидские войска смогли синхронизировать свои усилия и постепенно оттеснить противника. В этот критический момент Абу-Муслим приказал всей своей армии идти вперед. Это было больше, чем могли выдержать измотанные амияды, и вскоре они сломались и бежали. Конница абасидов безжалостно преследовала отступающего врага. Видя, что их авангард разбит, остатки армии Марвана решили покинуть поле боя. Но из-за того, что река Заб, протекавшая у них за спиной, преградила им путь, тысячи людей утонули во время массового бегства. Абу-Муслим и абасиды торжествовали. Победа была на их стороне. Марвану удалось пережить кровавую бойню и бежать в Сирию, а затем в Египет. Но его преследовали, схватили и в конце концов казнили. Смерть Марвана означала конец правлению амиядов. И победившие абасиды продолжили искоренять всю их династию. Абуль Аббас Ас-Сафах стал первым халифом абасидского халифата. Абу-Муслим стал наместником Харасана и продолжал подавлять восстание недовольных. Однако, как говорится, революция пожирает своих детей. Героическая роль Абу-Муслима в революции и военное мастерство наряду с примирительной политикой по отношению к различным религиям сделали его чрезвычайно популярным среди людей. Некоторые считали его едва ли не воплощением Бога. У пришедшего на смену Ас-Сафаху в 754 году халифа Аль-Мансура такая популярность Абу-Муслима в народе вызвала подозрение и зависть. В 755 году наместник был вызван столицу абасидов, где во время аудиенции у халифа его предательски убивают. Так, новая власть, пообещавшая править по-новому, расправлялась со своими вчерашними союзниками. В итоге, новая династия ничем не отличалась от своих предшественников, что вызвало дальнейшее сопротивление. Но это уже совсем другая история. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.